Традиционное карате – это искусство рукопашного боя, хранящее в себе древнейшие традиции. Спортивное карате значительно моложе, чем традиционное, и именно оно получило наибольшее распространение в мире. Но все же есть и приверженцы традиционного или бесконтактного карате. В Петропавловске таких спортсменов всего три, но они намерены развивать это боевое искусство. Правильное дыхание, силовые нагрузки с легкостью сядет на шпагат. Нарсес Минасян разменял шестой десяток лет, и любому молодому спортсмену может дать фору. А все потому, что 34 года он практикует традиционное карате. У мужчины черный пояс первый дан. Карате шотокан традиционный полезен именно в плане того, что чисто для здоровья. Она развивает, можно сказать, всю структуру скелета правильно, внутренние органы омолаживает. Потому что там много упражнений именно идет, можно сказать, за счет внутренних усилий, за счет натяжения. И поэтому, можно сказать, она особенность в том, что здесь в традиционном карате, как и в йоге, это как за традицией, ты занимаешься, можно всю жизнь заниматься до глубокой старости. Традиционное направление стремится помочь каратистам всех систем и стилей тренироваться вместе в гармонии, мире и духе товарищества. Вот только последователей боевого искусства немного. Нарсес Минасян решил развивать ционное карате в городе. Он создает группу для всех желающих. Занятия бесплатны. Традиционные караты уже 8 лет занимаемся, как-то расходились все, потому что это чуть-чуть твой противник, это ты, не соревнования, и сложно уже себя переодолеть. Многие сдаются и ушли. Остались там трое нас сейчас. Мы занимаемся для себя. И нам хочется, что в Казахстане, в нашем городе, вот эти навыки, которые мы уже через себя проходили, это прошли, делиться молодёжью, поколению. Традиционное карате – это отношение к происходящему. Ни спортивного азарта, ни быстрее, выше, дальше, ни соперничества. Традиция – это передача в неизменном виде отношения к своему делу. К делу, как к бою. Наталья Итова, Михаил Казначеев, Служба новостей.